Еще один пример В 1915 году член британского парламента Горацио Боттемли рекомендовал, что если после войны вы случайно однажды узнаете, что в ресторане вас обслуживает официант немец, вы выплесните суп в его подлую физиономию Если вы узнаете, что вы сидите на приеме у клерка немца, вылейте чернилицу на его подлую голову Сейчас это резко и нетолерантно И я должен предположить, что это было скандально и неэффективно в качестве риторики даже в то время Британский литературный критик Терри Игглтон описал позднего Кингсли Эммиса, выдающегося писателя-романиста, как расистского антисемитского хама, спившегося самоненавистника, оскорбляющего женщин, геев и либералов Насколько хорошо это сравнимо с моим началом второй главы книги «Бог как иллюзия», которая чаще всего цитируется как пример резкой или острой критики Бог Веткого Завета — это, вероятно, самый неприятный персонаж всей художественной литературы Ревнивый и гордящийся этим, мелочный, несправедливый, злопамятный деспот, мстительный, кровожадный любитель этнических чисток, женоненавистник, гомофоб, расист, убийца детей, народов, братьев, тлетворный, страдающий манией величия, садомазохист, капризный, злобный хулиган Это отрывок, который наиболее часто цитируется как резкий или острый Не мне судить, насколько я преуспел, но я старался быть ближе к здравому юмору, чем к резкой критике Мне не кажется, что слова «женоненавистник», «детоубийца», «геноцидщик», «страдающий манией величия» звучат резко Скорее, они звучат как нечто длинное Моя жена и я делаем нечто вроде двух дел сразу, публично читая наши книги, когда они публикуются И одна из вещей, которую вам нужно сделать, чтобы разогреть аудиторию, это заставить их смеяться как можно раньше Поэтому из начала каждой книги мы пытаемся выбрать юмористический отрывок И для книги «Бог как иллюзии» мы всегда выбираем именно этот отрывок Он вроде как должен вас смешить А также есть еще и другой пример, который по крайней мере подразумевался как юмористический И который касается Фатимской Богородицы Вот вы видите примеры побочных продуктов католичества А вот цитата из книги «Бог как иллюзия» Папа Иоанн Павел II причислил к лику святых и блаженных больше людей, чем все его предшественники за предыдущие несколько столетий Особенно он почитал Деву Марию Его многобожеские симпатии ярко проявили в 1981 году Когда после того, как он пострадал во время покушения на его жизнь Он приписал свое спасение вмешательству Фатимской Богородицы Рука Божьей Матери отвела пулю Невольно возникает вопрос, почему она не отвела пулю совсем? Кому-то может показаться, что команда хирургов, оперирующего Папу в течение шести часов, также заслуживает толику признания Хотя, может быть, и их руками водила Божья Матерь Но что интересно, так это убеждение Папы, что пулю отвела не просто Богородица, а именно Фатимская Богоматерь А, видимо, Лурская, Гвадалубская, Междугорская, Акицкая, Зейтунская, Гарабандальская и Нокская Богоматери Были заняты в то время другими делами Я считаю, что это действительно смешно Чистейший Монти Пайтон Однако, это правда, что многие убежденные в правильности своей веры люди действительно считают себя оскорбленными, когда вы критикуете их веру И считается, что нам ни в коем случае нельзя их оскорблять То, что вы говорите, оскорбительно для меня Писатель-романист Дуглас Адамс, которому посвящена книга «Бог как иллюзия» Очень точно описал происходящее В своей импровизированной речи в Кембридже, незадолго до своей смерти И мне посчастливилось быть там К счастью, кому-то в голову пришла хорошая мысль включить диктофон И таким образом бесценные слова импровизационной речи Дугласа сохранились И я собираюсь прочитать отрывок из нее Потому что он очень точно указал на то, что происходит со всеми этими оскорблениями В основе религии лежат определенные идеи Которые мы называем святыми или священными, или еще как-нибудь Это значит, что существуют идеи или понятия, о которых вам нельзя говорить ничего плохого Просто нельзя Почему нельзя? Потому что нельзя Если кто-то голосует за партию, с которой вы не согласны, вы можете спорить об этом сколько хотите Каждый будет приводить свои аргументы, но никто не будет оскорблен этим Если кто-то считает, что налоги должны быть увеличены или уменьшены, вы можете спорить с этим Но с другой стороны, если кто-то говорит, мне нельзя трогать выключатели по субботам, вы должны говорить, я уважаю это Почему должно быть полностью разрешено приводить аргументы за либористскую партию, за консервативную партию, за республиканцев или демократов, за эту модель экономики против другой, за Макинтош вместо Windows Но высказывать мнение о том, откуда взялась вселенная, кто ее создал, нельзя Это святое Мы привыкли не оспаривать религиозные идеи, но посмотрите, какой фурор производит Ричард, когда делает это Все сходят с ума от этого, потому что такие вещи говорить запрещено Но если посмотреть на это разумно, то нет никакой другой причины, по которой эти идеи не должны быть так же открыты для полемики, как любые другие, кроме той причины, что мы каким-то образом согласились с тем, что они не должны быть открыты для полемики И это соглашение распространяется не только на религиозных людей, но и на нерелигиозных людей Давайте повышать нашу сознательность Что такого особенного в религиозных идеях, что они должны быть защищены от тех рациональных обсуждений, которым подвергаются политические или любые другие идеи? Меня оскорбляют некоторые вещи Меня оскорбляют жевательные резинки Меня оскорбляют одетые задом наперед бейсболки Но я не пытаюсь создать аналог бывшего закона о богохульстве, чтобы предотвратить жевание жвачек и одевание кепок задом наперед Ну и что, если я оскорблен? Ну и что, если мои чувства задеты? Даёт ли мне это право запрещать другим людям выражать своё мнение? Однако, существует ли что-то, на что... что на самом деле должно нас оскорблять? Я думаю, что да Нас должно оскорблять то, что детям запрещают получать нормальное образование Нас должно оскорблять, что детям говорят о том, что они проведут вечность в аду Нас должно оскорблять то, что медицинская наука Например, исследование стволовых клеток Подвергается опасности Подвергается опасности со стороны необоснованных мнений могущественных И, более того, хорошо финансируемых не очень Нас должно оскорблять, что культы вуду в любых их проявлениях имеют тот же вес, что и наука Нас должны оскорблять операции по восстановлению действенной плевы Нас должно оскорблять женское обрезание Эффемизм для увечья половых органов Эта фотография была сделана в Африке Но такое случается и в Британии У меня была долгая беседа с инспектором школы из Лондона И она сказала, что это обычная практика Девочек обычно отправляют как бы на побывку к дяде в Брэдфорд Нас должно оскорблять забивание камнями Эта курдская девушка была насмерть забита камнями в так называемом убийстве чести За то, что хотела выйти замуж за молодого человека не той религии Продолжение следует...